Для того, чтобы избежать масштабной эпидемии гриппа, нужно привить 40% населения. Это рекомендации Управления Роспотребнадзора. На сегодня вакцинацию прошли порядка 27%. По словам специалистов, вакцинация является одним из самых надежных способов защиты от вируса. Для того, чтобы у человека выработался иммунитет, прививку нужно сделать до начала предполагаемого эпидемического сезона. Об этом говорили на совещании с руководителями организаций и представителями трудовых коллективов. Нужно заботиться о своем здоровье. Как бы мы там ни говорили, но все-таки, я повторяю, статистика вещь упрямая. Все-таки факты и цифры показывают, что заболевание гораздо снижается, когда процент вакцинации вырастает. То есть все-таки это дает пользу. Об эффективности вакцинации говорила в своем обращении и заместитель главного врача Римма Нигматулина. Особенно это нужно сделать лицам группы риска. Куда входят работники медицинской сферы, сферы образования, коммунальных и транспортных предприятий, беременные и лица старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями. Им прививка делается бесплатно. Остальные за счет организации или за счет собственных средств. Для коллективного вакцинирования работников предприятий возможен выезд бригады медработников на место. Или нужно обратиться в городскую поликлинику. На сегодняшний день у нас поступила вакцина около 15 тысяч доз для взрослого населения. Сувы грипп. Это наша отечественная вакцина. Для детей и школьников там идет у нас гриппол, гриппол плюс вакцина. Но еще не в полном объеме для детей вакцина поступила. В ближайшее время мы ожидаем поступления вакцины. Поэтому просьба ко всем обращаться, если это дети, то в детскую поликлинику. Если это взрослые, пожалуйста, обращайтесь к своему участковому терапевту и в приючный кабинет. Приючный кабинет – 39-й кабинет в городской поликлинике. Работает он с 8 до 4. В завершение заместитель главы администрации по социальной кадровой политике Наталья Лапшина призвала работодателей города активно включиться в кампанию по вакцинации. От этого будет зависеть как здоровье работников и как следствие экономическое благополучие предприятия.